ребятишкин с у нас 7 утра мы выезжаем нашу первую шучу не первую сотку смотрите какой лайфхак короче такая штучка да и там орехи лежат это так удобно можно жрать ехать как свинья нажраться вообще нас первое ранение уже смотрите об ветку короче хренакнулись вот тут ветка была мы ее поломали ну все мы короче сейчас едем вот туда куда короче куда-то обещали себе не гнать сегодня на поездке ну как бы все-таки дистанция это не маленькая да и гнать не надо мы сейчас проверили среднюю постра и она у нас казалось 18 а у меня 19 19 и 3 не гоним проехали заводы парни я в общем-то мы почти умерли от воздуха да там всякие сера аммиака всякое другое говно с каучуком ну уже одиннадцать километров мы проехали время плен восьмого короче знакомый вагон и знакомое место вообще мы же едем где-то часа полтора до мы едем полтора часа проехали уже выехали за город сейчас опять нужно будет заводу ехать погода вообще офигенная как бы ветерок не сильный не сильный ветерок приятно ехать можно даже сказать легко и в принципе в компании весел вот но вагон конечно охерительный в общем ребят я за я ребятки замучился уже в общем я придумал новый лайфхак да чтоб типа седло тут не ездила смотрите вот эта херня затянута то есть замок замок не двигается замок не двигается седло вот так есть это нормально вообще нет как с этим к жить и будем короче с изолентом наматывать короче надо вот сюда что-то намотать туда потому что на нихера не держится в замке смотрите вот два просто элемента железных две пластины на тип должна держать седло говно банк она не держит но нихера не держит я уже материться хочу нет саня накатал мне вот такую штуку прокладку да по идее она должна помочь сюда короче ставим и херачим вот вот ребят мы вот на этом говне потеряли 40 минут 40 минут из-за этого говна у меня просто уже нервов не хватает отвратительно очередной привальчик у нас закончился мы проехали 25 километров скорость у меня средняя ну у нас всех 20 такие вот делишки хотим мы снизить и потому что в принципе можно снизить правильно правильно будем снижать поехали я ребятки с долбал своим седлом уже я каждую остановку беру замок расслабляю продвигая седло как мне надо вперед назад и опять затягивать это просто такая мерзость колонка есть растя подкажите а колонка здесь есть где-нибудь я люблю картошку я люблю картошку жарен полин смотрите какой огромный подъем я понимаю что люди вот такие подъемы типа 24 на 7 ездит со скоростью 30 но для нас это сложно мне кажется надо набрать чтобы подольше закатиться по-волжски дальше мы уже не ездили если что так я не знаю наверно все-таки булки взять да блин они дорогие правда вообще жесть они там по 30 рублей на штука о 20 рублей блюдо 47 100 грамм я две возьму настоящий турист смотрите бутылка бутылка консерва с фасолью тушенка там что внизу горелка вещи вещи сборная одежда от очки и без очка вот там и у нас что у нас мультитул телефон там короче живет я не знаю зачем мне там изюм лежит да вот нож опасный человек идем в эту сторону смотрите сразу же бросается в глаза тушенка потом в этом кармане у нас там бананы а внизу яблоки да здесь короче я даже открывать не буду смотрите от комаров херня бутылка воды вторая бутылка воды яблоки здесь лежат там еще короче что третий маленький рюкзачок внутри смотришь чеха деваешь это это хардкор нет нравится чем ребятки у нас началась такая странная грунтовка перед этом рубля перед этой грунтовкой у нас был песок такой мерзкий песок сейчас такая непонятная грунтовка в поле с песком и пылью в общем то мы едем конечно это отвратительно ночью поделать ребятки мы короче подъезжаем предпоследней точке скоро будет пир на весь мир у нас короче есть у нас есть три банки тушенки у нас есть пять бананов у нас есть четыре яблока и банка с посолью в общем я думаю будет круто по идее должно быть круто на самом деле мы сегодня взяли с собой сухофрукты ну и орехи всякие потому что город и игра ты едешь и закидываешь реально как бы легче крутить педали и не чувствуется такой дикую стало всегда ты едешь ну да чувство голода вот такая красота целое озеро блюдо нормально Давай, быстро, быстро, Николай! Вы бы видели, что я делал, вы бы видели, что у меня было? Полигон. Это от взрывов, либо это окопы? Нет, не от взрывов. Потеряли мы дорогу, ребятки, впереди мы вот так. Я считаю, что направление есть, задано оно вот этой колеей, значит все хорошо, значит мы будем жить и мы выйдем куда нам надо, я надеюсь, что пахнет разной травой, очень приятно. Луга здесь просто офигенная, ну склоны, холмики, прям вау! Шопа! где дорога? Где дорога? Мне кажется, она вот там уже будет. Ну вот, дорога, да. Ну вот. Бля, пахнет так сладко чем-то, вот этими что-ли? где ежевик? Где ежевик? Ха! Маша вот оттуда. Да. Да. Короче, мы пришли вот оттуда вот. Оттуда, вот туда, вот туда, вот сюда, вот сюда. Осталось доехать только до нашего места отдыха и обратно. У меня даже нет настроения это все снимать. У меня тоже, на самом деле. Я сейчас это сниму, блядь, это, наверное, будет последнее, что я сегодня захочу снимать. Едем мы домой, задолбанно заправлено, 66 км где-то проехано. До дома что-то хренище, ну, наверное, где-то около 30-40. И мы задолбались. Вот такие дела. Ничего интересного. Место нас вообще не одушевило, даже, так сказать, подубило. Потому что то, чего мы хотели, мы там не нашли. День назад, получается, или полторы ездили в ягоды. Стоим мы, значит, сейчас вот здесь, здесь. Прикол в том, что в 8 часов утра мы ехали в ту сторону. А сейчас у нас 6 часов вечера, и мы едем в ту сторону. Мы задолбались. Седло у меня вот такое. Изолента не помогла. Здесь я замотал, чтобы мне штаны не рвало. Она, короче, вот так ездит. Но, тем временем, это все затянуто до такой степени, что, блядь, даже гидравлическим прессом это не открутите. Говорит, погода хорошая. Вот. Погода реально хорошая. У нас, короче, пробег 92 километра. Да? Вот. Средняя скорость у нас 19. И мы затрахались. Видео будет, короче... Думаю, нет. Ну, вы поняли, да? Все, ребят, готово. Готово, блядь. Понятно всем, да? Всем понятно? Всем понятно, хорошо. На этом, я думаю, мы закончим. Потому что мы, в принципе, задолбались. В этом моменте мы закончим своей актификацией. Актификацией закончен? Всем спасибо. Все, блядь, понятно? Понятно. Такие вот дела.